Доброе утро, дорогие друзья! Итак, заканчивается недельная глава НОАХ. Несколько слов. Там есть удивительное такое место, где посадил, все знают, Ной виноградник, вырос сразу виноград, это было чудо, он напился, и там были проблемы. Вот Макит из Дубна такой был, он задает вопрос, как такое великое надприродное чудо могло привести к отрицательным моментам, которые описаны в Толе. И он рассказывает такую притчу. Жил был один крестьянин, очень бедный, он сколько не сажал, ничего не урожая, ничего не было. Пошел к выдающемуся праведнику, говорит, Рэба, дай мне браху, я не могу жить. И тот говорит, ладно, иди, займись делом, и то дело, которым ты сейчас займешься, будет огромную пользу принесет тебе. Точнее не пользу, а будет развиваться больше всего. И будет твоей большой работой. Ну, тот побежал быстрее домой, хотел воткнуть в землю, лопату, чтобы выкопать, чтобы у него было урожай, и все. Вот у него прохожий идет, что-то ему сказал, тот сказал ему, завязалась ссора, потом чуть ли не перешла в драку. И все, и все, и ссора разрасталась, разрасталась. Короче, вся жизнь этого героя была бесконечной ссорой. В этой притче есть маленький намек. Всевышний благословил Новоха и его сыновей. Любое дело, которым они могли заняться, выйдя из Новоховчега, принесло бы им пользу. Они занялись посадкой винограда. В нашей жизни есть очень много ситуаций, при которых Творец дает нам возможность реализовать заложенные в нас силы. Надо только положительной плоскости все это направлять, потому что не может быть, что мы работали в отрицательном, а нам было дано положительное. Люди вообще часто, вы знаете, жалуются, все виноваты у них. Какое удовольствие потрясающее, жалеть себя, погоревать о несправедливости жизни, Бога там, или людях, которые плохо к тебе относятся, или благословеннее к другим. У них все лучше вокруг. У них все получается. Брак, финансы, внешность, характер и так далее. Вы знаете, можно такую вот многокилометровую очередь из тех, кто не помог вам, начиная там с родителей или кого-то другого, родственников, братьев. Можно найти огромную очередь тех, кто виноват в том, что у вас что-то не получилось. Это как огромный сценарий, такой бесконечный сериал, где вы в главной роли. Но это неправильная позиция, надо отказаться от нее. Это губительная позиция. Никто не виноват в нашей жизни в каких-то проблемах, только мы сами. Мы должны идти за счастьем, бороться за это счастье, искать его, да? А счастье приносится только одним. Оно абстрактное для всех, но есть общая формула, одинаковая для всех. Привычка давать приносит счастье и удовлетворение. Счастье это награда дающему в нашем земном мире. Но и даже это не все еще. Награда не ограничится нашим миром. Она переходит в мир грядущий. Счастье дающего, оно вечно. Надо подумать немножко обо всем этом. Мы все время занимаемся, в основном, я много людей знаю, вы все знаете, все очень работают напряженно. Все для детей. Все для детей. Дети вкладывают себя в детей, не улыбнуться, ничего. Все для детей. Есть такая потрясающая старая притча. Однажды по узкой, извилистой тропинке шел старый ребер. Шел не спеша, опирался на трость, радовался каждому мгновению жизни. Там остановится цветочек, там радуга улыбнется. И навстречу идет путник, усталый, огромный мешок несет, еле передвигает ноги, глаза несчастные. Реба остановил его, спрашивает, почему ты такой тяжелый труд бесконечных страданий? Почему ты так напрягаешься? Он говорит, Реба, я не страдаю. Я терплю испытания, чтобы моим детям и внукам довелось жить благополучно. Он говорит, а твой отец и дед тоже работали тяжело? Он говорит, все мои предки работали очень тяжело, прадед непосильный, дед вкалывал ради отца, отец носил ради, я буду терпеть ради блага моих детей. Реба смотрит на меня, говорит, слушай, а из сферы вашей семьи когда-то были счастливы кто-то? Он говорит, пока нет, но мои дети и внуки обязательно станут счастливыми. И тот ему сказал потрясающую вещь, Реба. Запомни, есть такая поговорка, неграмотный, никого не может научить читать. Заяц никогда не воспитает сокола. Спутник этот сбросил мешок, и Реба ему говорит, сначала нужно попытаться самому стать счастливым. И только потом ты сможешь научить своих детей этому искусству. Это будет самое ценное, что можешь оставлять после себя. Запомни, дети счастливы у счастливых родителей. Несчастливые люди, не улыбающиеся люди, они не могут построить счастье для своих детей. Вот это вот гениальная история, о которой рассказал старый Реба. Нам в ней надо подумать очень серьезно. Нужно проанализировать ситуацию и понять, что мы часто вкладываем себя в то, что не принесет пользы. Мы очень часто строим какие-то планы, которые не построены на нашем собственном продвижении. Поэтому надо быть счастливыми. Надо быть счастливыми, надо улыбаться этому миру, надо смотреть на него положительным взглядом, и тогда все начнет меняться. И главное, мы тогда действительно можем помочь нашим детям. Брахава от слаха, шаббат шалом, всего самого-самого лучшего.